Автомобильный скандал в США. Белый дом хочет снять ограничения по вредным выбросам для производителей машин. Но сразу два десятка штатов намерены этот план торпедировать. Из-за чего конфликта расскажет Дмитрий Анопченко. Это Детройт. Символ американской автопромышленности. Красивейший когда-то город, в который теперь без крайней необходимости стараются не ездить. Ведь сейчас в мегаполисе отчетливо видны все без исключения симптомы болезни, поразившие американский автопром. Заколоченные и полуразрушенные дома, высокий уровень преступности, безработица, бедность. Проблема давняя и комплексная. Местные производители, не выдерживая конкуренции, больше не хотят развивать производство в своей стране. Пошли на массовые сокращения и вообще склонялись к тому, чтобы разместить свои заводы где-нибудь в Китае. Так дешевле. С благой вроде бы целью поддержать отечественный автопром. Администрация Трампа решила отменить ограничения, введенные еще Обамой. А при нем заводы обязали резко снизить уровень вредных выбросов, производимых ими автомобилей. И вообще подумать о производстве гибридов или электромобилей. Но эти планы встретили жесточайшее сопротивление. 19 штатов и столичный округ Колумбия объединились для борьбы. Благо руки у них развязаны. Прежде чем изменить политику, власти обязаны провести общественные слушания. В Вашингтоне, Лос-Анджелесе и самом Детройте. Понятно, что голоса разделятся. Город автопроизводителей однозначно скажет «да». Но Л.А. и тем более американская столица попытаются план Трампа заблокировать. Их аргументы понятны и большинством явно будут поддержаны. Ведь когда слышишь в новостях, что загрязнение от автомобилей возрастет, а зеленые проекты свернут, поневоле начинаешь возмущаться. Осудишь и эти планы, и самого президента. Чувствуя резонанс, Белый дом пошел на попятную. Объявил, мол, волноваться пока рано. Это пока что только планы. И окончательного решения они еще не приняли. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс неожиданно объявила. Это все фейк-ньюс. Заявления, которые на минуточку генеральные прокуроры нескольких штатов сделали, не соответствуют действительности. То, что было опубликовано, это всего лишь предложение, а не финальная версия. Это просто набор возможных опций. Мы открыты для комментариев и после этого примем решение. Но волну возмущения уже не остановить. И она в очередной раз раскалывает Америку. Да, полстраны готовы протестовать и на демонстрации выходить. Но другая половина, и это в основном сторонники Трампа, уверены, что в целом он действует правильно. Ведь Соединенные Штаты действительно теряют национальный автопром. На многих американских автомобилях уже появляется надпись «Made in China». Крупнейший производитель страны General Motors не так давно заплатил в бюджет Китая в 180 раз больше налогов, чем дома в США. Производство уходит в другие страны, люди теряют работу, страна кадры. Тот, кто исправит ситуацию, без сомнения получит и общественную поддержку, и голоса на будущих выборах. Вот только большой вопрос, сколько людей поддержит нынешний план, предполагающий спасение автомобильной индустрии ценой серьезного ущерба для экологии. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.